Посмотрите, как серьезно выглядят эти книги. Человек, впервые придя на биржу и увидев эти кирпичи, думает, ладно, нужно немного поднапрячься, выучить основные принципы и у меня все получится. Но проблема в том, что сами принципы теханализа, сформулированные Чарльзом Доу в конце 19 века, делают торговлю убыточной. Попробую это доказать. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Возвращаемся к принципам Доу. Первый принцип звучит так. Рыночная цена учитывает все. Это один из самых вредных принципов. На самом деле цена не может учитывать все, потому что она сформируется сделками трейдеров, а они люди и не знают будущего. Второй принцип говорит о том, что рынок подчиняется тенденциям. Это верно, так как тренды на рынке мы регулярно наблюдаем. Третий принцип говорит о том, что рынок закономерен. Это очень спорное и размытое утверждение. Что значит закономерен? Если посмотреть словарь, то увидим, что закономерен означает подчиняется законам. Это утверждение опасно еще и тем, что многие подумают, закономерен, значит это можно жестко вложить в математическое ложе. Всегда нужно помнить, что рынок это стихия, которая плохо подчиняется математической логике. Поэтому изучить теханализ по книжкам, как вы это делали в школе с математикой, не получится. Кого не убедил, рекомендую прочитать книгу Роджера Ловенстайна о том, как нобелевские лауреаты, гении математики, создали хедж-фонд и обрушили мировой финансовый рынок в 98 году прошлого века. Предвижу ваши возражения. Кто-то мне скажет, что на рынке все дело в теории вероятности и статистики. Но он впадает в ту же ошибку, что и герои книги Ловенстайна. Потому что, как и нобелевские лауреаты, не учитывают, что теория вероятности и математическая статистика лишены эмоций. Поэтому трейдинг – это область не только математической статистики и теории вероятности, но и эмоций. А это уже совсем другая история. Наверное, можно было бы вывести законы рынка, если бы скрестить математическую статистику и понятие черного лебедя. Что такое черный лебедь? Этот термин ввел в обиход Насим Талиб, ученый и трейдер. Черный лебедь – это негативное, разрушительное событие, обладающее следующими характеристиками. Оно аномально, потому что ничего раньше его не предвещало. Оно обладает огромной силой воздействия. И человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как непредсказуемое событие произошло. Делая событие, воспринятое как сюрприз, закономерным и предсказуемым. Может создаться впечатление, что я против теханализа и как минимум говорю, что он не работает. На самом деле теханализ работает, но немного не так, как об этом говорится у Доу. О том, как стоит подходить к теханализу, рассказал в своей книге «Зональный трейдинг» Марк Даглас. Он пишет «Каждый день, неделю или месяц в торгах по всему миру участвует некое количество число трейдеров. Многие из них раз за разом совершают похожие действия с целью заработки». Выражаясь иначе, люди нарабатывают поведенческие модели, а группа взаимодействующих друг с другом на постоянной основе людей формирует коллективные поведенческие модели. Они не только поддаются наблюдению и измерению, но и обладают свойством повторяться с периодичностью, свидетельствующей о статистической надежности. Итак, теханализ не предсказывает будущего. Он лишь отражает консолидированное мнение игроков о ценности актива на данный момент. Мнение игроков постоянно меняется под воздействием информации. Действия игроков складываются в поведенческие модели, которые поддаются анализу и имеют некоторую статистическую надежность. Большинство событий в мире происходит с большой инерцией, и биржа не исключение. Поэтому чаще всего, когда нам кажется, что цена развернулась, на самом деле она только на время показала замедление. Предлагаю развеять миф о быстром развороте тренда. Для этого начнем с определения. Традиционное определение восходящего тренда, повышающиеся максимумы и минимумы. Но в реальности картина выглядит не так красиво. В жизни мы видим, что тренд есть, но сказать, что максимумы и минимумы повышаются нельзя. Какие-то повышаются, какие-то нет. Поэтому для определения понадобится более точное правило. Предлагаю следующий вариант. Тренд вверх – это серия повышающихся ключевых максимумов и минимумов. Ключевыми называют те, которые отвечают простому правилу. Каждый следующий выше предыдущего. Посмотрим на примере максимумов. Второй выше первого, третий выше второго, четвертый выше третьего и так далее. Таким образом, тренд вниз – это серия понижающихся ключевых минимумов. Второй ниже первого, а третий ниже второго. Раз тренд – это инерционная система, то и рассчитывать на быструю смену не приходится. Тогда как быть с так называемыми фигурами разворота? Предлагаю их назвать фигурами ослабления тренда. Почему ослабление? Здесь все просто. И голова, и плечи, и двойная вершина дно чаще всего приводят к временному ослаблению движения. И гораздо реже к развороту. Если подвести итоги по второму мифу, то можно сказать – тренд – инерционная система. Поэтому развивается постепенно и меняется тоже постепенно. Резкое изменение возможно, но лишь под воздействием черных лебедей. Правда, иногда возникает ситуация, когда цена меняет тенденцию резко. Когда это происходит, об этом сейчас расскажу. Представьте себе, что у нас пятиминутный таймфрейм и цена растет. Тренд вверх, и мы, зная, что тренд имеет тенденцию к продолжению, ждем продолжение, но цена резко идет вниз. Хочется спросить, что не так? Многие из вас уже наверняка догадались в чем дело. А проблема была в том, что мы смотрели только на пятиминутку и видели локальный тренд, не подозревая о глобальном тренде. А цена тем временем подошла к уровню со старшего таймфрейма и развернулась. Развернулась, потому что тренд имеет тенденцию к продолжению. В данном случае – тренд на старшем таймфрейме. И так бывает сплошь и рядом. Смотрите, не очень красивый, но вполне читаемый тренд вверх. Но на пяти минутах. Теперь посмотрим этот участок на часовом графике. Участок, который мы с вами сейчас смотрели на пяти минутах, здесь у меня помечен желтым цветом. Как видите, это лишь незначительный отрезок на нисходящем тренде часового графика. Теперь, если проведем уровень, будет понятно, почему цена развернулась именно здесь. Она развернулась, так как подошла к уровню со старшего таймфрейма. Посмотрите, как это выглядело на пяти минутах. Если бы мы в данном примере не смотрели на часовик, то и не подозревали бы о готовящемся развороте локального тренда. Часто слышу, что самое главное в трейдинге – риск-менеджмент. Я не против риск-менеджмент – это очень важно. Но не все так просто. Проведем небольшой мысленный эксперимент. Представьте себе, что мы не знаем ни о каком техническом анализе и риск-менеджменте. И на таком графике через равные промежутки времени совершим 10 сделок. Вопрос. При каком условии можно было здесь заработать? Сразу оговорюсь, это мысленный эксперимент. Случайно входить не нужно, а торговать не соблюдая. Риск-менеджмент – грубейшая ошибка. При таком графике мы смогли заработать только если покупали. В такой ситуации, если вы видите рост и каждый раз покупаете, то закроете в плюс все сделки. Почему? Потому что в данном случае у вас 100% понимания движения цены. Обратите внимание, что при таком понимании рынка нам не нужно знать ни точек входа, ни того как управлять сделкой. Но что если мы не понимаем, что стоит за графиком цены? Что если все сделки были короткими? Если первый случай – это стопроцентное понимание графика, то второй – нулевое. И вот здесь нам пригодится риск-менеджмент. Не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы все в раз не потерять. Поэтому первейшая задача риск-менеджмента – безопасность. Теперь посмотрим на такой график. Те же равные промежутки и также совершаем случайные сделки. Согласитесь, ситуация не такая понятная, как в первом случае. В лучшем случае мы смогли заработать в двух сделках из десяти. И то, если решили открыть лонг. Но если в подобной ситуации у вас риск был жестко ограничен и вы активно управляли сделкой, то убыток свелся к минимуму, а может, даже немного заработали. Какой из этого можно сделать вывод? Жесткий риск-менеджмент не заменит вам понимание движения цены, но позволит существенно обезопасить свою торговлю. Часто слышу, что многие думают о трейдинге как о неких знаниях или стратегии. Многие думают, не нужно лишней болтовни. Покажите мне точки входа, а я уж сумею сам разобраться и заработать. Увы, все гораздо сложнее. На самом деле трейдинг – это сочетание важных навыков. Базовый навык – умение определять горизонтальные уровни во время реальной торговли. Умение определять место зарождения тренда – второй важный навык. К сожалению, 100% правил здесь нет. Или, по крайней мере, я их не знаю. Есть ряд правил, о которых говорил недавно, но их нужно научиться применять на живом графике. Многие думают, что паттерны или точки входа – это главное, что нужно знать в трейдинге. Увы, это далеко не так. Паттерны нужны лишь для того, чтобы получить дополнительное подтверждение при входе в сделку. Сама по себе точка входа без понимания тенденций и уровня не даст стабильного положения. результатов торговли. План или умение управлять сделкой – навык, без которого невозможна прибыльная торговля. Важно понимать, как управлять своей сделкой в каждый момент времени и в случае изменения ситуации уметь корректировать план, не нарушая основных правил по управлению риском. Я назвал это фон, на самом деле подразумевая под этим сплав оценки глобальных тенденций инструмента, с которым работаете, и страновых индексов. Это очень непростая задача, но только понимание настроения мировых денег дает ключ к действительно большим заработкам. Если хотите понять, как все эти навыки уложить в эффективную систему, посмотрите видео «Как создать торговую стратегию с нуля за пять шагов». Ссылка на ролик будет в описании. Помимо того, что нужно иметь все эти навыки, необходимо научиться быстро использовать их в реальном времени, а это требует непрерывной тренировки. Согласитесь, в обычной жизни мы привыкли каждый раз после одних и тех же действий получать один и тот же результат. Ведь мало кому придет в голову, что дважды два – сегодня четыре, а завтра пять или ноль. В трейдинге обычная человеческая психология плохо работает, но когда люди приходят на биржу, они ждут, что раз за разом, повторяя одни и те же действия, будут получать один и тот же результат. Поэтому если вы узнали о прибыльной стратегии, то она не должна давать убыток. В трейдинге это не работает. В трейдинге любая стратегия обязательно будет давать помимо прибыли и убыток. Почему это и происходит и как при этом зарабатывать, об этом расскажу прямо сейчас. Причина того, что начинающим трейдерам хочется верить в систему, не дающую убытков – боязнь потерь. Нормальные люди не любят терять. Также новички по-разному относятся к прибыли и убытку. Обычно убыток воспринимается в два раза больнее. И третье – чувство, заставляющее верить в суперсистему, не приносящую убытка – боязнь ошибиться. Люди очень не любят быть неправыми. За всеми этими причинами стоит психологический эффект обладания. Об этом эффекте из способов борьбы с ним снял ролик «Три причины, приводящие к убытку большинство трейдеров». Ссылка будет в описании. На этом месте вы можете решить, как же быть, если убытка не избежать. Решение есть, сейчас о нем расскажу. Для этого проведем мысленный эксперимент. Пусть у нас есть мешок, в котором поровну зеленых и красных шаров. Если вытаскиваете красный шар, теряете 1 доллар. Если вытаскиваете зеленый шар, получаете 3 доллара. За каждое вытаскивание шара платите 10 центов. Несложные подсчеты позволяют увидеть, что в этой ситуации мы зарабатываем 90 долларов, если вытащим все шары из мешка. Немного изменим эксперимент. Количество шаров и их пропорция та же. Но за каждый зеленый шар получаем 1 доллар. И комиссия не меняется. Делаем несложные подсчеты и выясняется, что при таких условиях мы уже теряем 10 долларов. Главный вывод из этого можно сделать такой. Ключевой параметр в прибыльной торговле это соотношение прибыли к риску сделки. Теперь представим, что в мешке только 40 прибыльных шаров и 60 убыточных. Рассчитаем, какую минимальную прибыль при текущей комиссии мы должны получать, чтобы не терять. Запишем расходную часть. 60 убыточных сделок на минус 1 плюс комиссия получается минус 70. Чтобы быть в минимальном профите, нужно заработать хотя бы 10 долларов. Получается, что на оставшиеся 40 шаров нужно заработать 80 долларов. 80 делим на 40, получаем 2. Получается, для того, чтобы не терять при 40 процентах прибыльных входов нужно, чтобы прибыль была в среднем в два раза больше риска. Вывод из этого следующий. Чтобы стабильно зарабатывать, нужно, чтобы соотношение прибыли к убытку всегда было выше двух. И тогда вам не страшны никакие убытки. Шестой миф один из самых разрушительных. Думать, что биржа поможет решать ваши денежные проблемы – грубейшая ошибка. Если вы думаете, что можно быстро ознакомиться с тем, как торговать на бирже, после чего начнете зарабатывать, то это не так. Думать, что можно начать с небольшой суммы и быстро разбогатеть – серьезная иллюзия. Имея немного денег, вы сможете заработать. Но это не будет быстро и поначалу это будет немного. Учиться придется долго. Если будете самостоятельно постигать рынок, на это потребуются годы. Если под руководством наставника – месяцы. А это то, что может разорить даже того, кто что-то понимает в рынке. Дело в том, что когда у вас заемные деньги, вы начинаете думать по-другому – больше рискуете и меньше соблюдаете правила. А это приводит к убыткам. Поэтому никогда не торгуйте на заемные деньги. Но чужие могут торговать только профессионалы экстра-класса. Часто слышим среди дилетантов и разочаровавшихся трейдеров мысль, будто биржа – это казино. На самом деле, это оборотная сторона мифа, будто биржа легко решает денежные проблемы. Когда люди сталкиваются с тем, что на рынке сложно зарабатывать, они начинают думать, будто их кто-то обманывает. На самом деле, брокер зарабатывает на комиссии, поэтому ему не нужно убивать ваш счет. Ему гораздо выгоднее, когда вы как можно дольше работаете на бирже. Еще один миф – маркетмейкеры ловят стопы. Чаще всего слышу вариацию одной и той же истории – открыл сделку, выбило по стопу. И потом цена пошла в мою сторону на много-много пунктов. Обычно в такой ситуации спрашивают, почему не перезашел? В ответ – побоялся. Разве маркетмейкер вас за руку удерживал, чтобы зайти повторно? Нет, вы сами так решили. Но если уверены в своей прогнозе, почему испугались, на самом деле это очень опасный миф, так как позволяет все свалить на внешние силы и отказаться решать свои проблемы. Как вы отнесетесь к тому, что Илон Маск или Джефф Безос выложат в свободном доступе ключи к своим счетам? Поверите? Вряд ли. Тогда почему считаете, что важнейшие мировые новости, влияющие на движение цен, будут доступны вам и позволят заработать? Подумайте, ведь не зря крупные фонды платят огромные деньги, чтобы получать новости и спутниковые снимки раньше всех. Если бы можно было залезть в интернет, бесплатно прочитать новости и заработать стабильно кучу денег – это был бы сон, а не реальность. Но, возможно, я ошибаюсь, кто-то из вас научился торговать по новостям – напишите об этом. Сейчас небольшое предупреждение о рисках. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если понравился ролик – ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, с какими мифами в трейдинге вы распрощались, подписывайтесь на YouTube-канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!